Можете сидеть просто на диванчике спокойно. Если тяжело сидеть дальше, вот вы в час прямо вложились, можете немножечко потихонечку ходить. И самое главное – включить молитву. Если она включилась, вы ходите, все равно память о Боге хорошо живет у вас. Мысли стоят спокойно. То есть это еще зависит от тела. Бывает, что тело стареет, и человеку сидеть два часа уже просто невозможно. Поэтому он просто ходит потихоньку. Я в молодости сидел в позе лотоса два часа ровно прямо. И не двигаясь совершенно. Молился так много лет, где-то до сорока, наверное, лет. А потом я уже начал вот так вот. Час посижу, потом хожу. То есть еще старше, я смотрю, они даже вообще и час сидеть не могут. Ну надо, это надо для здоровья. Насколько в этой теме опасна регулярно, так сказать, варуя, менее семичасов скину, насколько это петличное охранение здоровья? Вы сокращаетесь в продолжительности своей жизни. Вот вы спите по семь часов и будете жить меньше лет на пять. Вам надо семь с половиной где-то спать. Ну в основном я вот смотрю, людям надо семь с половиной, восемь сутки спать, часов. Это зависит от нервного напряжения, от нагрузки нервной и от количества свежего воздуха. Вот сейчас все на фестиваль приехали, здесь много свежего воздуха. Спать не хочется. То есть поспал, шесть-семь часов, выспался и все, и не хочется. Потому что много свежего воздуха и много счастья. Когда человек, нервная работа дома, нет свежего воздуха, квартира, рабочие места, то не хватает раны, человеку надо больше спать. Разные факторы, которые влияют дальше. Да, если качество сна маленькое, еще человек, еще плохо спит, то тогда еще дольше надо спать. В этом возрасте надо больше спать людям, потому что у них качество сна ухудшается. Однозначно, когда человек не досыпает, он погружается в невежество. Ему тело не дает нормально жить. У него нет настроения, нет сил, нет концентрации, нет воли. Блоки начинают копиться в организме. Этому сна должна быть достаточной. Нельзя понатеть в этом вопросе. Только когда человек обретает любовь к Богу, он становится настолько счастливым, что ему не нужен сон. И такие люди могут спать и по два часа, или вообще не спать. Есть святые, которые вообще не спят. Им не надо просто. Они настолько счастливые. Сон — это подпитка. Когда человек глубоким сном спит, у него есть электромобили, они на ночь включаются в розетку. Так и человек тоже. Он на ночь включается в розетку. Когда человек глубоким сном спит, то сверхдуша или Господь в сердце питает человека счастьем. Он накачивает счастьем человека, и человек спит. Вот он напитывается от Бога. Сисью сосет. Сисью сосет Бога. И потом он высыпается, и ему можно жить дальше. Но если человек не подпитывается от Бога, он становится нервным. Поэтому глубокий сон нужен обязательно человеку. Для этого нужна вода. Если в воде лежать, то сон улучшается. Вода — это мать тоже. Это мать природы. Эта энергия Луны улучшает сон. Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Мы подходим к завершению тренинга. У нас остаются последние вопросы, сказания от Натальи. Наталья, мы вас слушаем. Да, здравствуйте, Олег Геннадьевич. Мои поклоны. Благодарим вас за пример. Мы продолжаем стоять в холодной воде после вашего приезда. Стараюсь общаться с добрыми людьми. Я хотела спросить, правильно ли просить Господа разорвать связь с бывшим, близким человеком, так как чувствую, что вся моя энергия словно уходит к нему. А я очень плохо себя чувствую, просто без сил. Кажется, что смерть где-то рядом. У нас сегодня на алтаре Господь Шива присутствует. Я попросила его разрушить эту связь. Или нужно действовать по-другому, очищать эту связь. Я сейчас испытываю, травлю и язвительные замечания от людей, которые на его стороне. Они меня пишут, защищая его. Если что-то не поменять, мне кажется, я уже не буду... Ну, надо очистить память о человеке, вспоминать хорошее, не помнить плохое. И понять, что человек не является решителем нашей судьбы. Ни один человек в этом мире. Судьба, она связана с нами и Богом. Это то, что с прошлого мы сделали в своей жизни. Мы за это отвечаем всегда. Действует судьба. Через кого бы то ни было. Вот поэтому нужно в светлую память стараться думать о человеке хорошо. Молиться. Вот. Забыть предательство или не обращать внимания на него. Вот. И думать о Боге больше. А связь разрушить невозможно. Потому что так же, как невозможно разрушить память, мы все равно будем вспоминать. Память, она не спрашивает нас. А память означает связь. Поэтому надо чистую память оставить, грязную убрать, вспоминать. И тогда будет легче. А что если люди что-то пишут плохое, надо радоваться, потому что они таким образом очищают нас, эти люди. Они едят испражнения в нашем сердце. У меня была такая ситуация. В 2013 году началась травля. Это первое. У меня акции периодически так меня травят. Вот. Я думаю, потому что надо. Ну, человек когда на виду, он гордится, саду начинает. И периодически надо поесть испражнения, которые в сердце находятся. Есть добрые люди, которые эти испражнения кушают. И вот люди как бы начали травлю вот эту вот. И мне так было тяжело, вот как вам. Я страдал так сильно. У меня было чувство несправедливости. За что они так вообще ко мне относятся. Вот. Видите, выплачут. Я, когда невыносимо совсем было, я уже молился по 8 часов. Пытался избавиться от этого навождения. Я всю жизнь пытался людям служить, доброе делать. А тут прямо самые все мои ошибки, недостатки вытаскивали. И все это обсуждали по всему интернету. Вот. И в какой-то момент я понял, что люди вот сильно хотят сожрать дерьмо в моем сердце. И я просто взял вот и сказал, хорошо, кушайте, если хотите. И мне так хорошо стало, они сразу набросились на мое сердце, начали кушать там дерьмо, а мне стало легче. Ну, я как бы к ним поступил, конечно, нечестно, но я ничего не мог сделать. И они так сильно хотели, что я не мог отказать. Мне пришлось им разрешить. И тебе тоже надо разрешить. Пускай они хотят тебя очистить. Пускай кушают дерьмо в твоем сердце, если им нравится. И ничего же не сделаешь, они хотят, требуют, пишут письма, хотят тебя обличать в чем-то. Вот. А ты служила мужу, старалась, как могла. Вот. Поэтому тебе надо отдать, вот пускай кушают. И тебе легче станет, у тебя будет чистота в сердце. Но об этом никто не узнает, пока ты не расскажешь. Это будет хорошо. А кому надо, пусть кушают дерьмо. Пускай обсуждают нас, они должны принять это. Это хорошо. Мне, когда старшие об этом говорили, тоже, я не мог поверить. Я думаю, ну как это так? Ну как, неужели правда, если ты разрешаешь людям говорить плохости, тебе легче становится? Да, тяжелее становится, когда этот процесс начинается. Ты кряхтишь, тебе плохо. Но если ты принял, то хорошо. Становится хорошо. И ты не паришься просто. Нормально. Они дерьмо наедаются, отваливаются. Как есть, вот, пиатки всякие. Надо кровь пить обязательно. Так и люди есть тоже. Им надо дерьмо чего-то поесть обязательно. Пускай покушают. Чего ты, это, Наташа, такая скупая? Да, невозможность? Поделись. Поделись. Спасибо, Владимир Геннадьевич. А то, что моя энергия входит, может, и так работает, или это у меня так кажется, что, ну, вот, как будто силы забирает? Его энергия хорошая тебе идет, твоя хорошая ему идет. Бог вас связывает вместе добрыми, добрыми нитями такими чистыми. И между вами такие вот, идут такие игры духовные такие, очищение сердца. Вы его очищаете, он трясется сейчас от своего поступка, сидит там, где-то в деревне, боится высовываться. А ты, как бы, страдаешь от того, что на тебя все бросаются. Ну, идет чистка, вы очищаете друг друга, милость идет друг другу, вы друг другу дарите милость. Все нормально. Спасибо. Вы же знаете, что я с вами, я приезжал, вы же это увидели, ну, что вам еще надо? Вот все из клуба «Благость» все тоже с вами. Так? Наташу все любят, вот, включаю. Все, мы любим Наташу. Все Наташу любят, Наташа видит только те, кто не любит. Что это такое? Вот надо видеть тех, кто любит. Я всех вижу. Все, вот, смотри на тех, кто любит, и не обращай внимания на тех, кто не любит. Дай им возможность, не слышишь меня, я тебе говорю, дай возможность кушать дерьмо. Они все равно будут лезть в твое сердце, писать тебе, дай им возможность. Скажи «да», я такая вот, плохая. Спасибо вам, что напомнили. Все. И телек чистая. Отдаем, отдаем. Это их дерьмо. Это их пища. Пускай едят, если им хочется. Я тоже вначале сопротивлялся, думал, зачем вам это есть. Но они хотят, что делать-то. Ничего не сделать. Требуют дерьмо. Из своего именно сердца. Им нравится. Спасибо большое. Благодарю вас от сердца, Оригинальевич. За все, что вы для нас делаете. Спасибо большое, Оригинальевич. Спасибо большое, Наташа. Кто-нибудь из Казани, девочки, подойдите, обнимите Наташу. Наташа, мы желаем тебе счастья. Наташа ненасытная. Ее надо объединить. Я отнимаю 24 часа в сутки, чтобы ей лечься. Наташа, молодец. Наташа, мы тебя любим всем. Ну что, друзья, мы будем завершать тренинг. У нас уже в Париже Лялечка пришла, уже кормят ее. И мы сидят. Всем надо уже бежать. Ладно, мой хороший, рад вас всех видеть. Счастья вам, любви. Спасибо всем, кто сегодня присоединился к нам. Спасибо вам, Олег Геннадьевич, за то, что вы все время с нами. Не покидайте нас, даете свои наставления. Безмерные вам поклоны. Спасибо команде, которая трудилась над организацией этого тренинга. Латали звук, как могли, все эти два дня. Спасибо всем огромное за то, что вы пришли, за то, что открываете свои сердца. Не боитесь этого пространства. Это очень дорого. Это очень ценно, что вы можете доверить самую сокровенную часть своего сердца именно здесь. И это безмерно дорого. И еще раз в наших глазах повышает ценность этого тренинга. Для тех, кто не является клубчанами, но вы видите, что здесь так классно, здорово, душевно, пожалуйста, присоединяйтесь, заходите на сайт благост.клаб, ищите свои города. А если вы их не находите, то подавайте заявки, пишите в службу поддержки. Этой осенью будет уже курс для новых организаторов. Вы сможете открыть клуб «Благость» у себя в городе. Неважно, где вы живете, хоть в Австралии, вы все равно сможете это сделать, если вы действительно слушаете лекции Олега Геннадьевича и следуете по его стопам. Поэтому мы благодарим вас всех, приглашаем всех на большие утренние молитвы, которые проходят каждую субботу. А также, если вы являетесь клубчанами, вы можете приходить в молитвенную комнату, которая работает для вас в часу 30 ночи по Москве до 10 утра. Поэтому для всех есть такая беспрецедентная возможность молиться коллективно. Ну и, конечно же, рассылка записи тренинга будет в ближайшее время для всех зарегистрированных участников. Мы благодарим вас всех и прощаемся до следующего тренинга. Желаем всем счастья! Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот очень часто мерещится, кажется, что что-то будет случиться плохое в семье, с детьми, какие-то даже яркие картинки, каких-то трагедий, происшествий. И ничего не происходит. Сгонишь домой, говорят, все отлично, все нормально, все супер. А другой раз, как бы, все хорошо, все супер, на душе спокойно. Приходишь домой, а там что-то произошло страшное. Как вот предвидеть судьбу, как вот понимать вообще, ну, дезинфицировать, когда что-то плохое происходит, когда, как это вот научиться видеть? Видите, у вас на пятом психическом слое, который связан с памятью, с прошлым, с жизнями, находятся блоки. И эти блоки, они выводят ваше психическое пространство за пределы вашей жизни, в которой вы живете. Ну, в народе это говорят влияние злых духов. На самом деле это влияние блоков. Блоки выводят пространство наружу. И когда, ну, как бы, какой-то небольшой там сложности какие-то возникают, небольшие в судьбе, у вас сразу вспыхивает память из прошлого. Вы видите картинки, все, как бы, видите какие-то сложности. Но эти все сложности уже были. Это все из прошлого. Ну, когда у человека блоки на пятом слое, то он не может видеть настоящее глубоко, не может связываться. Поэтому нужно их очищать. Нужно статику прорабатывать на пятом слой, динамику, токсины. То есть нужно чистить организм глубоко. И когда вы его очистите, блоков не будет, тогда вы перестанете чувствовать прошлое и будете чувствовать настоящее и будущее. А сейчас вы не можете, потому что у вас вот такие вот проблемы. У вас память идет в прошлое. И вы видите, в прошлой жизни чувствуете. И не наваливаются на вас, не дают вам покоя. Ваш вопрос, да, мужчина? Вы руку для вопроса пользуетесь, не? Просто записывай. Хорошо. Кто еще? Ваш вопрос, девушка? Спасибо большое. Я была два года назад в Сочи на ретрите. И начала тогда молиться за своих двоих сыновей. И у меня вопрос личный, да? У меня что-то получилось, что-то изменилось? У меня к вам вопрос. Вы в Сочи приехали, вас там, ну, большевики не связали? Нет, два года назад. А, два года назад. Я была еще Анна Черненко, наша наставница, и вот я... Я потому, что приезжайте, нормально все. Ничто там не чувствует. Приезжайте в Белоруссию на фестиваль. Будет тоже такой же фестиваль. Чуть побольше будет. Шесть дней, по-моему. Приезжайте, и время есть приезжать. Вот. Ну, и молиться начали за детей, и что? Да. И тогда вы мне сказали, что это 6,7 процентов. Два года назад было, и на лифа то идет хорошо, то она как-то уже не очень хорошо. Есть ли изменения у нее? Вот, как дети. Да. Да? Конечно, все прочищается. А по одному ребенку сильно быстро чистится, потому что там сейчас нормальный период, а другого посложнее период. А медленнее чистится. То есть продолжается? Да, все отлично. Спасибо. Все отлично идет, все. Просто до 50 процентов человек не может почувствовать результат. Это как айсберг, он тает, тает снизу, потом раз резко переворачивается. Так и судьба тоже. Пока до 50 процентов очищается, человек не чувствует результат. А после 50, резко раз начинает чувствовать. Вы еще до 50 не дошли, поэтому он не чувствует. Да, ну все идет нормально. Ваш вопрос? Скажите, пожалуйста, что делать, если ребенок 9 лет позволяет себе вести себя очень агрессивно в отношении родителей? Как правильно все вести с ним? Есть разные категории детей. И в целом, лидеры, дети лидеры по природе, они все имеют свое мнение и его будут отставить. И только лидеры, дети по природе, они на самом деле приносят большое счастье потом родителям в будущем. Главное, их выдержит детство. Например, у меня родители никогда не были авторитетами. Я всегда действовал, как сам считал нужным. Принимал решения и совершал поступки. Мама сильно страдала. Я с 12 лет начал босиком по снегу бегать, начал в проруби нырять, начал йогой заниматься и так далее. Молитвы я тогда не знал. Еще было время Советский Союз, атеизм. Не знал, что есть молитвы. Я делал все, что знал. И маме было очень тяжело. Я там постился, голодал. Мама не могла принять такой образ жизни у меня. Рискованно. Но она привыкла, потому что ей делать было нечего, потому что я был и такой уверенный ребенок сам решал, как мне жить. Это лидерские качества. Есть три типа уверенных детей. Есть дети, которые уверены с помощью знания. И только знание может их убедить. Если более сильное знание не сталкиваются, то они принимают это. Есть лидеры, руководители, как у вас, ребенок. он не знанием руководствуется, а амбициями. И поэтому с ним надо договариваться. Вот, допустим, помните мультик «Дядя Федор». Почему его назвали «Дядя Федор»? Потому что он был руководителем. И родители его тоже семья руководителей. Если посмотреть на их поведение. «Дядя Федор» у него были в подчинении кот, матроскин там, пес, вот, синичка, это птичка. И... Голчонок. Волчонок потом уже. Это следующий, да, уже? Голчонок. Голчонок был еще. Говорит, а Голчонок-то ваш того. А он нет, не того. Там его током вернул, тоже последицы. Вот. И... С ним договаривались. Его никто не заставлял. Он принимал решения. С ним договаривались. Вот так вот, когда ребенок руководитель по природе, с ним можно только договориться. Заставлять его бесполезно. Он может даже погибнуть, желая своего достигнуть. То есть у него нет тормозов. То есть его можно только договориться. Поэтому он дядя Федор, такой ребенок. Уже с детства он руководитель. Он рождается вот так вот, на всех смотрит. Маленький. Родился ребенка. Тазакея. Потому что человек, он не умирает на самом деле. Он помнит, но он как бы по ощущениям остается тем же самым. Вот человек, допустим, был директором завода и умер в таком состоянии. И он рождается, он такой, там дело. Он еще директор завода. Но уже в новой жизни. И его не переубедить, что он, у него опыт огромный, там 50 лет управления. Его не переубедить, что он просто ребенок. Это невозможно. У него в сердце другой опыт. И он будет этим опытом жить. Ничего не сделать. Вы чем занимаетесь? Какая у вас деятельность? Я работаю в сфере красоты. Вы там руководите чем-то? Нет. А муж? Муж руководит. Ну вот, видите, он пошел к вашему мужу, и вы с ним ничего не сделали. Надо с ним договариваться. Он эксперт, он знает точно. Он с вами сидит. А? Где? Вот, вот. Прямо перед вами. Перед вами, первый. Прямо перед вами. Вот мальчик. А, вот это? Нет, нет, с вами в кепочке. А, в кепочке. Ну все, вот он, мочарник. Он мочарник. Ничего не сделаешь. Нет, я. Ты? Вот это вот. Мальчик, ставь. Да? Стань, пожалуйста. Вот, да, вот он мочарник. Все. Ничего не сделаешь. Станис. А? Это уж точно. Это уж точно. Вот, говорит, делать. Да. Он такой даже... Точно, да? Он командует всеми, да? Да. Ничего с ним не сделать, да? Да. И он такой на репетициях. На репетициях тоже, да? Не от сравнения. Да. Ну, видите, ну что сделать? Ну, вот так. Какая ситуация в жизни? Договаривайтесь с ним. Дядя Федор пускает. Да. Ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Ильич. У меня такая проблема, которая мешает мне жить. Я родилась... Ну, мама воспитывала меня одна. И она с рождения закладывала такие вещи, как суеверие. И это суеверие идет со мной по жизни вообще. Это не мама заложила. Есть три типа веры. Есть вера в невежестве. Люди прямо чувствуют, что будет беда. Чувствуют, что этим миром руководят злые силы. Они прямо уверены, они это чувствуют. Подтверждение в интернет находят. У них нет сомнений, что вот так все. У них нет сомнений. И эта вера в невежестве, она существует. Это вера. Вера означает знание. Люди такие обладают знанием. Они уверены, что вот так вот это все. У них есть уверенность. Они читают, да, вот через вакцины всех хотели зачифировать. Вот коронавирус сделали семья вот этих вот там каких-то богатых людей, чтобы уменьшить население Земли. Они уверены в этом во всем. Чтобы вот так это действуют какие-то сильные личности и хотят всех теперь кормить этими сверчками. Всех хотят кормить теперь. Вот эта следующая тема. Вот все глаза квадратные. Так и есть. Все, значит, теперь будем сверчки жрать. И все будет плохо у нас. Потом осеннее пальто уже не покупать, не надо. То есть вот это называется вера в невежество. Другие люди верят в себя или в деньги. Они как бы верят, что у них все получится в жизни, все нормально. Они смотрят фильмы, там человек несет бревно, там у него украли дочку, он всех поубивал, пули мимо него пролетают, даже в упор стреляют, вот так и все мимо. Вот. И он дочку спасает, всех убивает, там все. Это для них фильмы. Для тех, кто вера в невежество, фильмы ужасов для них. Все, матрицы всякие. Все плохо, все контролируют, злая сила, все вокруг. Вот. Вера приходит человеку не в этой жизни, не через бабушек, не через дедушек. Она приходит с прошлой жизнью. Как мы верили, так она и приходит. И у человека две веры по факту есть. Одна вера — это то, чему он учится. Он учится верить в Бога, допустим. А вторая вера — это то, что осадочком живет внутри. И она будет оставаться долго еще. Поэтому, если у вас, допустим, вера в злые силы, вы чувствуете, к вам притягивается такая информация, что все контролируют, злые силы здесь. Все в этом мире, поверьте мне, дорогие мои друзья, контролируют Господь. Без него даже травинка не шелохнется. Понимаете? Все контролирует Господь. И если он допустил, что злые силы, значит, это тоже к лучшему. Это так надо для нас, для нашего развития. И надо это тоже принять. Если он допустил, что мы гордимся собой, пытаемся без Бога жить, всего достигать, это тоже к лучшему. Это тоже нормально. Но если в вашем сердце есть какая-то вера неправильная, ничего страшного. Не беспокоится быть. Надо продолжать культивировать правильную. И тогда постепенно неправильная отвалится. Вы это реагируете, да? Надо стучать по дереву. Через какое-то плечо надо плевать обязательно. Там, если кошка идет, то все как сдец. Вот. То есть, ну то есть. То есть, это вера в невежестве. И вы встречаете таких людей. Вот если мне, допустим, какой-то человек скажет, тебе надо там, чтобы все нормально было с дочкой. Я не все равно. Я не реагирую на это. А что реагируют? Они же просто у них это. И что реагируют, зачем? Смысл какой? У них кукуня просто не там немножко живет. Понимаете? То есть, у людей связь со злыми духами. Они все воспринимают через призму страха. Есть три веры. Есть вера через радость или счастье. Это вера в Бога. Есть вера через беспокойство, через амбиции, желание. То есть, есть вера через счастье – это вера в Бога. Есть вера через желание – это вера в страсти. А есть вера через страх – это вера в невежество. Ну, потому что две веры у человека. Старая доживает, а новая возрождается. Это пройдет? Конечно. Все пройдет. И печаль, и радость. Все пройдет. Так устроен свет. Все пройдет. Только верить надо, Что любовь не проходит. Нет. Это вера в невежество. Она прикольная, конечно. Но сейчас другие вещи говорят. Сейчас у нас коронавирус – это искусственный вирус. Это чем люди придумали, всех побивали. Потом вакцины, чипы добавляют. Нас всех чипируют. А что вас чипировать? Вас Господь как в телевизор смотрит всю вашу жизнь. Что вы боитесь, что вас кто-то заметит? Мобильники прослушиваются все. Если надо прослушать вас, Не надо чипировать. И так все, он включил. И послушает, что ты там делаешь. И с мобильником же живешь. И Господь видит нашу жизнь. И люди могут сейчас увидеть. Скрывать ничего не скроешь. Живи честно просто, и все. А я это понял, что они пришли послушать мои вопросы. Потому что скоро раздавать конфеты. Ну хорошо, она пришла послушать. Остальные за конфетами. Пускай задают вопросы дети тоже. Да, ваши вопросы. Все, ваши конфеты, все ваши цветы. Да, спасибо. Мне такой интересный вопрос. С мужем прожили 26 лет. Потом, верно, так, 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 так. На то время я вас понесла. Знала психологи, если они проучили нас. И разрешили. Разрешились как в море корабли, да? Да, да, да. Нет, сейчас бело-бело. Думаю, что будем обратно. Но коронавирус, так, он уже забрал. Вообще забрал? Да. Он ушел из жизни, что ли? Да. Два, с половиной года назад. И я думала, почему он не посыл. Почему его забрал, Господь, да? Почему коронавирус его забрал? А это вот как раз и есть здоровый образ жизни. Если человек слабый, он не справляется. Есть постепенное старение в жизни, а есть старение циклическое. Циклическое старение происходит через блоки. Если человек блоки накопил, то он может резко уйти из жизни. Когда приходит плохой период, человека раз и нет. Поэтому надо очищать блоки. То есть надо делать статические упражнения, длительное движение, посты. И вас просто так потом не возьмешь голыми руками. Понимаете? То есть я вообще на ногах этот вирус переносил спокойно вообще, без проблем. И ничего, я ездил во время коронавируса, я ездил, лекции читал. На меня все дышали. А к нам вы все приходили за коронавирусом. А я на них на всех начихал. Поэтому все нормально, как бы. И я просто, ну, я во время, я пробежался в Иваново по морозу. Пробежался по морозу, 17 километров, прям раздетый голод. Пробежался по морозу и сделал тест. У меня, а нет, я сделал тест. У меня был положительный тест на коронавирус. А мне через два дня лететь в Индию. У меня заканчивают лекции в Иваново, и я лечу в Индию. Я пробежался по морозу, 17 километров. Сдал тест отрицательный. Все нормально. И полетел. Надо правильно жить, учиться. Нет, я думала, может быть, не осуждал. Ну, потому что хотели обратно. Он неправильный образ жизни был. Он много спал. Много спал, ленился. Вот. Был слабовольным человеком. Вот. Когда он заболел коронавирусом, он ничего не делал. Надо было как-то лечиться. Он не хотел лечиться. А когда уже начал задыхаться, было уже поздно. Вот. Ну, результат смерть. Если человек не хочет жить, то он умирает. А органический врач, когда приходит к человеку лечить его, он говорит, ты из дома выходишь. Тот говорит, я из дома не выхожу. Он говорит, я тебя лечить не буду. Почему? Потому что не хочешь жить, помирать. Движение — это жизнь. Иди, живи, едь на фестиваль, купайся в речке, длительное движение сделай. Ползай, ходи, стой возле деревьев, залазь в воду. Вот. Иначе шансов нет. Циклическое старение забирает людей раньше времени. А когда человек правильно живет, то его ничего не возьмет. Учите жить правильно. Причина — неправильный образ жизни. Людей убивают. Вы неправильно в семье жили. Вы говорите, я в чем виновата? Вы не вдохновляли его на правильную жизнь. В этом ваша вина. Вы остались без мужа. Поэтому все вдохновляйте своим примером близких людей на правильную жизнь, чтобы люди сначала... Потому что есть стадии. Вот вы правильно живете, у человека сначала будет отрицание по отношению к вам. Он будет над вами смеяться, подтрунивать. Потом будет вам говорить, правильно, давай так живи, делай это. У меня так стадии, как у меня жена пошла 4 часа. Сначала она подсмеивалась надо мной. Потом мне говорила, давай, если помогать, делай. Потом... Потом начала завидовать кем, кто это делает. Потом начала сама ходить. Сегодня прислала фотографию. 4 часа прошла, и мне посылают фотографию, чтобы я посмотрел. 5 слоев прочистила. Я всегда... Она знает, что она прочистила, но она все равно посылает. Я же муж. Я всех консультирую. Я нет, что такое. Надо тоже посылать фотографию. Все. Вот она послала фотографию. А так не хотелось сначала. Так что все меняется в жизни. Надо двигаться вперед. Вот и надо как бы забыть уже ту жизнь. Уже все, у вас дальше жизнь идет. Есть другие мужики, которых надо мучить. Вот. Спасибо. Сейчас я знаю, как надо жить. Я думаю, что я знаю. Хорошо. Ваш вопрос? Вон, девушка, мужчина. Вы тоже хотите спросить? Хорошо. Да? У меня непростые отношения с отцом с самого детства. И мы с ним вдвоем пытались их все время улучшить. Но у нас как-то не получалось, как я, ну, дойти до какой-то конкретики. И в какой-то момент я немножко подостыл. У меня это желание ушло. И мой вопрос сейчас в том, что есть ли в этой жизни шанс нам улучшить наши отношения. Ну, с отцом. Да, с отцом. Или же это невозможно? То есть вот тот уровень... Ну, в той степени, как вы хотите, это невозможно. Потому что там очень такая тугая, тяжелая судьба. Ну, вы и так уже улучшили эти отношения. Процента на 4. Ну, вот ваши усилия все будут давать какие-то небольшие проценты, потому что там очень такая тугая, тяжелая судьба в ваших отношениях с вашим отцом. Поэтому надо принять то, что есть, и можно улучшать потихоньку. Угу. Спасибо. Ну, вот, девушка, прошу вопрос. Спасибо, вот, Файл вопрос про Сина. 3 года, 4 месяца, когда он с моими родственниками ведет себя отлично. Когда все мноек, скандалы, капризы, и что я сделаю неправильно? Ну, что вы нормально все делаете? Просто вы его мама. Ну, с кем капризничать? Вот, допустим, у меня жена, она, вы знаете, ласковая такая, всех любит, всех обнимает. Когда я домой приезжаю, начинает меня учить. Ну, я вот езжу, всех учу, меня никто не учит. Должь уже кто-то меня учить, правильно? Я приезжаю домой, она меня начинает учить. То не делать это не так, то не идей, то не ходи. Ну, она учит на своем уровне, вот, что она понимает, то и учит. Ну, так же ваш сын. Вот с кем капризничать, скажите. Только с вами, потому что вы близкий человек. Вы знаете, что близкие отношения самые больные. Я вот думал, самое лучшее, что в жизни, это сделать общину. Вуховную общину. Я ее сделал, там начались близкие отношения. Все переругались там перед друг друга, переобижались, перезамучили. Потому что близкие отношения – это боль. Это больные отношения. Ну, надо, значит, сделать их так близкими. О, точно, чуть-чуть подальше. Перестать кормить грудью, например. Ну, три с половиной года, может быть, уже, да. Может быть, уже пора, потому что уже следующий кандидат на грудь на подходе. Да. Значит, будет конкуренция, они будут сражаться за грудь. Да. И, кстати, вот вопрос еще про вторую. Вот про сейчас беременность. Как-то очень странно. Не знаю, не хочу кушать, не хочу пить. Ну, так, какой-то блок есть, значит? Это не блок, нам не хватает энергии, нужно длительное движение. Потому что их не хватает пищеварения, слабое пищеварение. Четыре часа или можно меньше немножко? Можно меньше, но надо ходить каждый день. Потому что он же каждый день кушать хочет. Каждый день полтора часа, где-то так будет. Без перерыва? Да. Вот Игорь не беременный, а ходит все равно каждый день полтора часа. Так он один. Но мне кажется, правда, может быть, беременный. Вот. Он ходит, поэтому мне много правд, он шутит постоянно. Вот. Он один, видите, а вы вдвоем. Вам двоих энергии нужна. А вы надо выходить и погулять, и сразу аппетитно гулять. Вот мы сейчас почитали молитву, да? Паскетировали. И всем очень-очень интересны мои ответы. Очень. Но кушать хочется сильнее. И поэтому они себя такие... Как интересно. Ну когда же закончится? Ну как интересно вообще. Ну когда же это все закончится? Борьба идет внутри. Понятно? Потому что поработали на свежем отдыхе, и аппетит сразу появился. Аппетит. 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 Аппетит.